Как мы и планировали, точнее, как вы указали все предыдущие опросы, все хотят джаву, ну вот получите джаву. Я, правда, хочу несколько отойти от традиционного подачи про то, как рассказывают про джаву, когда там начинаются все эти сервлеты в GSP. Я пойду другим путем, который, ну, мне кажется, на настоящий момент несколько более правильным. В принципе, то, что я сейчас буду рассказывать, оно как бы является логическим продолжением того, что я рассказывал в своем курсе по джаве, поэтому тут будут некоторые на него отсылки. Я как раз хотел там после, типа, во втором его семестре начать рассказывать про его, и вот я сейчас буду рассказывать примерно так, как я там хотел. Я, то есть, конечно, понимаю, что не все его слушали, и вообще он местами, то есть, и даже более того, не всех тех, кто его слушали, его в итоге смогли нормально сдать, поэтому я понимаю, что, в общем, все не так просто, поэтому я постараюсь совсем не хардкорить, но хардкора, по крайней мере, сегодня будет. Ну, все, конечно, относительно, в общем-то, кому это, кому хардкор, а кому, может, самая лафа. Значит, в целом, про джаву и про веб на ней. Ну, я думаю, что с PHP мы уже там поработали, даже с Node.js немного поработали, но вот джава в этом смысле больше напоминает Node.js. То есть, чтобы писать какие-то веб-продолжения на джаве, вам нужно запускать какую-то джавовскую программу в отдельном процессе. Соответственно, этих способов загустить этих процессов очень много. Ну, то есть, разумеется, конечно, вы можете написать там свою программу, которая слушает сокет, ну, в общем-то, может быть, это даже не самое страшное решение, но традиционно все уже украдено и сделано за нас, и поэтому есть большое количество готовых таких веб-серверов. Значит, вот, собственно, я их разделил на две группы. Наверное, это бы правильно. Значит, первый... Первый — это так называемые контейнеры серволетов. Там Cut, Jetty и Undertow. Наверное, существуют какие-то еще другие, я про них не слышал, но, возможно, они есть. Значит, это просто такие вот предложения веб-серверы, которые умеют обрабатывать HTTP-запросы и вызывать какие-то пользователям написанные обработчики. Эти написанные пользовательные обработчики называются серволетами. Они там в каких-то случаях умеют эти сервлеты брать из каких-то внешних источников, в каких-то случаях вы должны их сами запаковывать внутрь вашего предложения. Ну, в общем, как-то так это работает. Ну, по сути дела, нормально. Вы пишете, у вас есть программа, у вас есть какие-то классы, которые реализуют вашу логику. Эта программа слушает порт и в какой-то момент вызывает эти ваши классы, когда пришел нужный запрос. Значит, вторая группа Java веб-серверов – это так называемые Java EE-аппликейшн сервера, про которые вы, наверное, слышали, они у вас во многом на слуху. Все, потягается. Вот, я думаю, что про них вы уже слышали, все эти JBoss'ы, веб-сферы и веб-лоджики, ну, если вы хотя бы немножко сталкивались с миром Java, они уже больше на слуху. Это такие очень большие, суровые, мощные веб-сервера, которые, кроме функциональности первого пункта, включают в себя еще очень много всяких страшных вещей, включая там управление соединением с базами данных, там отображение таблиц баз данных на объекты, там контроль транзакций, там всякие распределенные вычисления, организация все это в кластеры, с контролем там доступа, с едиными там сетями реестрами пользователей данных, доступов к ним. В общем, куча всякой мути, с которой ассоциируется с понятием Enterprise. Вот, ну, не знаю, они, в общем-то, очень модные, наверное, за знание этих технологий можно заработать много-много-много денег, но весь мой экспириенс сводится к тому, что все эти Enterprise-сервера очень громоздкие, и работа с ними представляет собой полное боли и отчаяние. Я, наверное, что-то вам, может быть, покажу про то, что знаю, по крайней мере, из того, что у меня получается с ними работать, но я, когда программирую на Java, стараюсь упродиться без них. И про Spring, который у меня там много спрашивали, вот Spring позволяет делать все то, что они предлагают, несколько проще, радостнее и без использования вот этих больших, серьезных Java-серверов. Ну, в общем, вкратце можно сказать, что Java-сервера есть маленькие и простые, и Java-сервера есть большие и сложные. И вот большие и сложные, как говорят на лоре, не нужны. Ну, отдельно, конечно, можно заметить, вот так я тут помечаю в комментариях, про Netty Spray тоже. Так, все знают, что такое Netty? А, то есть, по крайней мере, это значит, что никто не посмотрел все мои лекции по Java, потому что последняя выложенная как раз была таки про Netty. Но Netty – это такой общий Java-серверовский фреймворк для работы с сетью. То есть не с HTTP-протоколом, а с любым сетевым протоколом. Только такой фреймворк, который очень сильно облегчает создание серверов. Ну, соответственно, как вы понимаете, по верхнему можно и веб-сервера тоже реализовать, и это делается довольно часто, ну, в общем, тоже считается относительно кошерным, но этот способ является нестандартным, и, в общем, многие стандартные решения работы не будут. Вот, да, а все остальные решения, да, вот все вот эти контейнеры серверов, эти и контейнеры серверов, точнее, я предлагаю, Enterprise Java-сервера, они все очень стандартизованы, там есть целый комитет у этих Java-овцев, которые все это стандартизуют, обсуждают, понимают стандарты, и, как правило, если вы писали программу под там Jetty, то вы можете запустить его на тамкате, если вы писали программу под Wildfly, то вы с очень большой вероятностью сможете запустить ее под GlassFish, то есть тут нет такого вендор-логина, и в этом смысле Java очень хороша. Вот, значит, и я хочу рассказать вам про такой прекрасный депсервер, который относится в целом к первой категории, но с некоторыми очень приятными отклонениями, под названием Undertow. Возможно, вы скажете, что я сейчас рассказываю про какую-то ерунду, потому что про тамката Jetty вы, скорее всего, слышали, так ведь? Да? Да. То есть если вы уж как-то там пытались заниматься Java, то вы слышали, а про Undertow ничего не слышали, так ведь? Или про Undertow тоже слышали? Из этой лекции. Нет, а вот до этого, до этой лекции? Нет, ни разу. Нет? Ну вот, да, Undertow на данный момент гораздо менее раскрученная штуковина, чем тамкат и Jetty, но зато гораздо более няшная и прикольная. И в целом он практически во всех отношениях лучше, чем тамкат и Jetty, и я думаю, что в скором времени он серьезно их потеснит. Ну, он мне очень понравился, поэтому я буду рассказывать про него. Ну, собственно, как тут написано, что разработка его вела компания RedHat. Да, кстати, что из этого разрабатывает RedHat? Что из этого является частью разработки? А, кто вообще такой RedHat? Ну, господа, RedHat. Что за компания? Чем занимается? Разрабатывает в фидуару дистрибью. А, Федор разрабатывает. Отлично. А кроме Федора она еще что-нибудь разрабатывает? RedHat, Enterprise, Linux. О! У них еще SASK есть своя, этот OpenShift, на который можно деплоиться. Да, она еще OpenShift разрабатывает. Вообще она очень много чего разрабатывает. Всякого программного обеспечения для разработки и разработчиков. Да-да-да-да. И вообще у нее есть целая серия программного обеспечения под вот этой маркой GBOS. Там для автоматизации всякого этих предприятий. Там для каких-то там решения алгоритмических задач по составлению расписания и прочего переборка. А, в общем, RedHat делают очень много чего. Они даже разрабатывают. То есть вот это OpenJDK, так называемая, это версия Java. Именно RedHat, в общем, очень активно ее продвигает. Пишет очень много там патчей. И поэтому Oracle, конечно, делает большую часть работы. Но RedHat тоже в этом активно участвует. Поэтому любите RedHat. Собственно, RedHat разрабатывает GBOS. Она разрабатывает WildFly. То есть у них есть GBOS, вот этот веб-сервер. И WildFly – это как его опенсорсная версия. То есть отношения примерно такие же, как у RedHat этого Linux, Enterprise Linux и Fedora. То есть, насколько вы знаете, Fedora – это типа ее бета-версия. Правильно я говорю? Ну, почти. Это скорее просто полигон обкатки. Да. А то скорее он уместнее этот CentOS будет. Потому что CentOS – это опенсорсная... Ну да, 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 да. Неправильно я говорю, да, скорее правильно сказать про CentOS. Что CentOS – это их такая опенсорсная версия, бета-версия. А Fedora для обкатки. Ну, вот WildFly – это тоже что-то типа CentOS или, может быть, в каких-то смыслах Fedora для GBOS. Вот. И когда они начали перейти этот WildFly, они решили, что вот то, что выступает в качестве контейнера с рулетов, он, по-моему, выступал там Кат, он, короче, не ICE, и они решили запилить свой. И запилили, и запилили очень круто. Значит, ссылочки тут есть. Да, вот, собственно, можете зайти на этот CentOS. Вот он тут есть на сайте GBOS, и я думаю, что тут уже сразу понятно, что он связан с GBOS. У них есть ссылочки там. Ну, тоже тут можно где-то тут ее найти. Этот documentation, там у меня есть ссылки, если что, туда. Тут можно тоже открывать всякие документации. Вот, что-то работает, а не так, чтобы очень быстро. Ну, и, в общем, все это как-то работает. Но, значит, четкую Мавин. Все представляют, как пользоваться Мавином? Ну, да, это в репозиторий. Так, все умеют пользоваться Мавином? Ну, я не знаю, я вообще хотел все-таки не просто вам что-то показывать, а еще, чтобы вы что-то делали. Но, я так понимаю, что всем лень. У всех там нету, у кого там IDE, у кого еще чего. Да нет, почему? Нет, почему? Ну, да, ну, например, открытый. А готовьтесь к этому, да. Ну, окей. Тогда я рекомендую вам открыть, не знаю, какие у вас есть любимые следы разработки. У меня любимая на данный момент идея, но в рамках пропаганды всякого этого опенсорса мы будем использовать нетбинс. Правда, по-моему, 8.0.1 что-то такое. Хотя, то, что я сейчас буду делать, можно делать и в опенсорсной версии идеи, совершенно без каких-либо проблем. Некоторые проблемы будут потом, но, в принципе, их можно там обойти. Значит, я буду использовать Mavin как систему сборки, поэтому, если вы хотите работать, то вам придется создать простой Mavin проект. Обратите внимание, простой Mavin проект. Не какой-нибудь там веб, а самое простое и самое простое Mavin положение. То есть, мы пишем самое простое положение на Java. Ну, что, как его назовем? To, пускай будет JSON. Так, что здесь означает? Что такое артефакт ID, вершин ID, рассказывать надо? Или вам так хорошо? Вообще, можно рассказать. Ну... Так, что такое пэккедж, по крайней мере, всем понятно? Да. Отлично. Вот, соответственно, Mavin это система сборки и система контрольной зависимости для Java. Значит, у любой, когда вы задаете любую сущность, любую какую-то библиотеку, программу или что-нибудь, она должна иметь какой-то идентификационный номер. Значит, идентификационный номер состоит из группы. Это то, типа, к какой компании, к какому вообще глобальному проекту относится ваше предложение. Вот. Ну, как правило, она совпадает с какой-то там частью имени вашего пакета. Потом Artifact ID, это идентификатор, типа, название вашего проекта. Ну, и у каждой программы есть своя версия, вот здесь версия. Значит, Snapshot, это, значит, типа, девелоперская версия. То есть, даже еще не альфа, а так. Типа, какой-то промежуточный вариант. В версии предложения 1.0. Ну, вы можете там писать здесь какую-то другую версию, там, 0.1, если вам так больше нравится. Нажимаете Finish. И, соответственно, вам будет создано какое-то самое простое Java-поговорение, которое ничего не умеет, в нем даже нет основного класса. Но зато у него вот есть такой вот документик. Это, соответственно, описание проекта с точки зрения Мавина. Так называемый POMXML. Это то, откуда Мавин черпает информацию о том, как собирать вашу программу. В принципе, теперь, если вы здесь находитесь, вы можете с консоли перейти в эту вашу папку, поскольку нетминс, в отличие от идеи, не умеет скрывать. Давай. Давай. И попробуйте собрать эту вашу программу. Значит, Мавин вызывается командой MLN. С консоли, если что. Ну, и, соответственно, Мавин Compile. Он компилирует вашу программу. Ну, в нашей программе хорошо, и в ней компилировать нечего. Но, если что, вот так и работает. Значит, дальше, что вы можете делать в этом самом Мавине? Вы в Мавине можете создать какой-нибудь... Ну, в Мавине тоже. Ну, вы можете в среде создать какой-то класс. Ну, например, у нас будет main. Ну, у него здесь сделать какой-нибудь... Ну, и здесь писать какой-то нормальный код. Потом Мавине сможете его компилировать, и все у вас будет хорошо. Где-то он там сам попался, там таля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Значит, если мы хотим использовать Undertale, значит, если вы хотите использовать какие-то классы отличные от стандартных джавских, то вам нужно подключать к библиотеке. Собственно, это то, в чем Мавин Силен. Мавин может подключить вам к библиотеке, все сделав совершенно автоматически, если вы ему скажете, какую библиотеку вы хотите использовать. Значит, вы... В частности, если вы хотите использовать вот этот самый Undertale, то вы подключаете через Undertale Core. Пишите у него здесь секцию Dependences. И вот это означает, что мы начинаем использовать в нашем проекте вот эту самую библиотеку. Значит, если вы делаете это первый раз, то есть никакого Undertale вы еще не подключали, то у вас на компьютере его нету, и чтобы у вас что-то заработало, вам нужно попросить Мавин после этого собрать вашу программу, то есть сделать Mavin Compile. И он начнет скачивать вам все эти библиотеки из интернета. Скачает и автоматически их подключит. Собственно, за что ему большая хвала и радость. Кто-нибудь это делает? Ну, вот сейчас добавил в Mavin в зависимости. Сейчас попробую это дело собрать, но пока они не выходят. Почему? Вот у меня идея, почему ты этого не хочешь сделать. Попробую сейчас с консоли. Хотя у меня до сих пор индексируют, то есть... Ээээ, индексировать она уже недолго. Ну, ты что, у кого? У кого получается, у кого не получается? Или все решили пребываться? А? Ну? Закачалось, получилось. Что-то типа вот этого начало отображаться. Где Hello World вывел? Скопировал код с лекции. Ну, да. Собственно, можно скопировать код с лекции. Вот класс Hello World. Правда, у меня тебе там называется не Hello World. Так. Собственно, мы его можем сюда скопировать. надо подключить все нужные зависимости теперь нет, не надо не переместить всех строк метода вот, ну и собственно таким образом вы получили простейший web-сервер, теперь вы можете его по помощи того же самого мавина собрать, ну и запустить, ну, например, таким способом, правда класс у меня теперь называется lessonMain ну вот, собственно, вот он и запустился, а теперь простейший сервер действительно у меня сервер HelloWorld, если я теперь зайду сюда, то вижу HelloWorld. Понятная идея, да, что произошло? Значит, ну если разбираться по коду, то чем, собственно, прекрасен весит TenderTone, тем, что у него есть вот такой вот Builder API. Кто такой шаблон проектирования Builder? Все себе представляют? Более-менее. Да, то есть это такая, то есть если вы хотите создать объект с сервером, но вы хотите создать его сложно. Можем пытаться его там создавать, создать объект, потом как-то его там инициализировать, а можно использовать какие-то специальные заготовки. Заготовки можно настраивать. Один из таких классических приемов в объектно-ориентированном программировании, настраивать его при помощи цепочки вызовов методов. Каждый следующий метод возвращает сам этот объект. Таким образом, вы получаете цепочку вызовов методов, которые создают для вас некий такой... которые в итоге создадут вам вот этот самый объект, когда вы вызовете метод Build. То есть вы создали этот... то есть я хочу создать веб-сервер, который будет сушить 80-й порт на localhost, у которого будет обработчик под названием вот такой вот. Вот я хочу его сделать и, соответственно, сбилдить. Значит, каждый раз, когда вы вызываете этот метод, он в качестве возвращаемого значения возвращает сам вот этот самый билдер. И, соответственно, вы можете вызвать у него этот метод, и еще этот метод, и еще метод, потом вызвать метод Build и получить сам этот объект. Понятненько? А? Все понятно, что я сейчас сказал. Вот, соответственно, что здесь написано? Здесь написано, что он слушает port 8080, localhost, и все приходящие запросы обрабатывает при помощи вот этого самого HTTP-хендера. То есть какого-то вами написанного класса, в котором содержится логика обработки этого вашего HTTP-запроса. Значит, собственно, что он здесь делает? Сам объект HTTP-запроса ему попадает вот в этом виде, HTTP-server exchange. Мы получаем список хендеров, которые можем отправить. Помещаем туда текст plane и отправляем в hello world. Ну, и, соответственно, на этом дело еще заканчивается. Ну и окей. Теперь мы запускаем сервер, и он начинает вечно слушать наш этот порт 8080 и на все запросы отвечать вот этим самым ответом. Ну, что, в общем-то, прекрасно, прикольно, удобно. И что довольно-таки круто, то есть если мы не пишем какой-то сайт, а пишем какой-нибудь там API для нашего большого приложения, которое там выводило бы какой-нибудь его статус или выдавало бы какие-нибудь там данные в каком-нибудь JSON или XML, зачастую нам больше ничего и не надо. Все у нас отлично. У нас есть программа, она где-то на удаленном сервере работает, мы ей можем писать запрос и спрашивать там, как у нее дела. Она будет писать. А, дела у меня вот так-так-так. Поэтому, честно говоря, это уже вполне себе полноценное веб-приложение, и многие современные веб-приложения, которые не предназначены для конечного пользователя, которые предназначены, например, для общения с другими приложениями или там для, по сути, вам отладочной какой-то или прочей справочной информации, там, например, погоду можно выдавать. Сидит где-то там 8080, тут к нему обращаются, он говорит, так, погода в регионе такая-такая-такая-такая-ля-ля-ля-ля. Вот и все. Получается так называемый веб-сервис. Вот, так, собственно, на Undertale вот в 10 строчек его написали. Но, конечно, мы хотим, может быть, немножко что-то более сложное. Соответственно, как вы можете догадаться, все более сложного можно добиться за счет того, чтобы поменять этот HTTP-хендер на какой-то другой хендер. Да, тут у меня есть ремарка для NetBeans, если кому-то интересно. Понятно, что здесь написано или лучше показать? А? Аля? People, скажите мне что-нибудь. Да, здесь, ну, параметры выберете. Ну, вот здесь вот. Что это вообще такое? Ну, короче, проблема в том, что если вы у NetBeans, вообще говоря, есть кнопочка «Пуск», но если вы ее запустите, выберите этот файлик, он сам запустит для вас Mavin, все сделает, тут все. В общем, он вообще тут молодец, он очень старался, но есть такой нюанс, что после того, как вы его остановите, он остановится-то остановит, но сервер у него не выключится. Сервер не выключился. А это червота тем, что когда вы его еще раз захотите запустить, он у вас больше не запустится, потому что порт останется занят. И ничего у вас, никаких возможностей у вас, ничего не будет, пока вы не возьмете, не найдете этот сервер там в менеджере процессов или еще где-нибудь, и не убьете его ручками. Как вы понимаете, делайте это каждый раз, даже у меня там два сервера. Каждый раз, как вы понимаете, делать это очень неудобно и накажете их, поэтому нужно BINSU объяснить, что, мол, запускай этот сервер вот так уже, как мы его запускали с консоли. То есть выполняй не какую-то там хитрую команду, которую он выполняет, а выполняй вот такую команду. Но все это настраивается у BINSU. То есть если вы выберете свой проект, выберете Properties. У него есть вот вкладочка Actions. Соответственно, по умолчанию вот то, что он вам делает, он выполняет вот эту, то есть Run Project выполняет вот эту команду. И вот здесь вот эту execute goals вам нужно заменить на вот то, что я вот тут описал. Теперь exec java. Вот вместо всего этого сложного написать здесь exec java. И, соответственно, вместо вот этого написать вот это вот. И тогда вы сможете кнопочкой Play запускать NetBeans в вашу программу. Вообще, если вы использовали NetBeans, то, скорее всего, вы все-таки так уже запускали. И если вы к этому привыкли, то придумаю вам это настроить. Но мне как-то... нет, нет. Я как-то привык использовать терминал, поэтому я такой рандой не заворачиваюсь. Я вот запускаю все с консольки. Ну, кому как. Кому что больше нравится. Да, опять же, если вы использовали NetBeans и создавали в нем не мавиновские проекты, а какие-то обычные проекты, да, и собирали его через NetBeans, этим Anthem, то, как вы можете вспомнить, то он вам собирал так называемый джерник. Вы же знаете, что такое jar-файл? Что такое jar-файл? Зачем он нужен? Это, собственно, файл, который содержит скомпилированные классы. Так, окей. Кроме Виталия, кто еще что знает про jar-файлы? Кто собирал программы на jar? У меня еще раз вопрос. Да. Акшенс, куда добавить? Акшенс? Да. На нас. Акшенс? RunProject Это вот та таска, которая вызывается автоматически приложить вот этой кнопке. Вот сюда вот надо добавить вот это то, что там было написано. Ну и, соответственно, вместо вот этого надо добавить то, что там еще раз было написано. Ну и, собственно, если вы использовали этот нетбинс, он вам собирал jar-файл, он собирал его вместе с папочкой lib, и этот jar-файл могли автоматически с собой таскать. Мавин, в принципе, тоже собирает jar-файлы. Если вы вот, если вы его сделаете команду, так называемый maven install, maven install, maven install. То он вам тоже соберет jar-файлы. Вот у меня их где-то тут. Он тут даже пишет, куда он их там положил. Пардон, можно вопрос еще? В админсе как саму консоль могут быть? Что? Нетбинс? Нет, не админсовская консоль. Там где-то что-то есть. Windows. Windows. Терминал. Наверное, так. Должно работать. Вот, если вы на все это там полюбуетесь, неандартал тест, извиняюсь, неандартал lesson. Вот, пропущите терник, и у вас будет вот этот файл. Собственно, это ваш jar-ник. Но, как вы можете обратить внимание, он весит подозрительно мало. Он весит подозрительно только 4 килобайта. История в том, что в нем содержится только ваш код. А код библиотеки в нем не содержится. Соответственно, если вы будете пытаться его запустить отсюда, то он не запустится. И чтобы maven собирал вам, как это делал нетбинс, папочку lips. Помните, да, такую папочку lips? Нетбинс, в котором нетбинс кладет все подключенные в библиотеки. То вот вы можете в maven вписать вот такой вот большой кусок кода. И тогда у вас все соберется. Все у вас будет хорошо. На самом деле, очень рекомендую эту штуку. Я ее практически всегда копипащу во все свои новые проектики, чтобы получать мавином собранный jar-ник. Ну, вне зависимости от того, веб я пишу или там не веб, просто чтобы иметь jar-ник. Там есть много разных вариантов. Есть варианты, когда мавин вам все запакует в один jar-ник, иногда это удобно. Но вот я предпочитаю, чтобы мой jar-ник был отдельный, библиотеки были отдельные. Тогда вот этот кусок кода. Я не буду сейчас рассказывать, что здесь написано. Думаю, что если интересно, выставайте ко мне отдельно. Ну, в общем, вот тут какая-то магия, которая заставляет мавин собирать вам все в отдельный проект. Здесь указываете, какой класс будет запускаться по умолчанию. Соответственно, ну, вы поняли. Ну, вернемся, собственно, к нашему тендертору. Вот он хендлит этот реквест по помощи http-хендера. И, как вы можете догадаться, у этого http-хендера есть много всяких альтернативных реализаций, которые вы можете в документации посмотреть. Их тут реально много. И, как вы понимаете, этим все не ограничивается. Вы будете писать свои активно, если будете использовать это API. Не все я вообще даже знаю, что тут делают. Но они есть. И, пожалуй, один из таких наиболее интересных – это pass-хендер. Значит, pass-хендер отличается от обычного хендера тем, что он имеет в себе встроенный механизм разделения на пути запуска. То есть, какой хендер будет обрабатывать такой URL, какой хендер будет обрабатывать такой URL, ну и так далее, так далее, так далее. Ну, вы можете, в принципе, все это отсюда уже автоматически увидеть. И если мы наш кусок кода заменим на вот этот кусок кода. Да, вот у нас был set-хендер такой. А мы сделаем pass-хендер. То мы получим, что здесь получим. Мы создали pass-хендер. Добавили, сказали, что по такому пути у тебя будет вот такой обработчик. По такому пути будет вот такой обработчик. Разумеется, мы могли вытаскивать URL из самого Exchange и делать все это в нашем обработчике в одном. Но вот как бы это сделано для нас и можем использовать. Надо обратить внимание, есть addExactPath и есть addPrefixPath. Это путь. То есть, helloWorld, это значит, что вот этот хендер будет обрабатывать только те запросы, у которых в queryString содержится helloWorld и больше ничего. То есть, если там будет helloWorld и что-то там, ну, в смысле, не здесь, а в адресном строке helloWorld и что-то там еще, то этот хендер не будет их обрабатывать. А вот этот обрабатывает все, которые начинаются с пуска лола. Ну, давайте сейчас запустим, увидим. То есть, ну, понятно, да? В первом случае он пишет helloWorld, в втором случае пишет anotherPage. То есть, если мы все это теперь запустим. Да, обратите внимание, я вообще сохранил его. Ну, да, я вроде сохранил его, правда, раньше просто его сохранил, но вообще следите. В отличие от идеи меня этим несколько расстраивает. Вот, если я просто отправил сюда запрос, я получаю anotherPage. Если я написал helloWorld, я получу helloWorld. Если я здесь не пишу еще что-нибудь, я получаю anotherPage. то есть, helloWorld, тот хендер, который подписан, exactPath обрабатывает только то, у чего строго вот этот такой queryString. То есть, вот такая вот путь на сервере. А префикс PS2 обрабатывает все, что начинается с такого. У кого в качестве префикса выступает, типа, начало. Соответственно, как вы понимаете, от порядка расположения это будет зависеть. А, в смысле? Ну, то есть, если мы поменяем местами, то, скорее всего, у нас... Ну, хотя, может, конечно, он достаточно умный, чтобы... То есть, он скажет anotherPage, если мы напишем в свою дробь helloWorld? Да, ну, по идее. Сейчас это проверим. Может быть, он настолько умный, что он догадается. Но я бы на его месте делать не стал. Хотя, нет, ведь догадался. Ну, значит, я не прав. Вот. Ну, в общем, как-то так. То есть, ZPF это... Больший вопрос. А, я не настраивал вот этот WhatsApp через кнопку. Я за это самое собрал, вот, добавил в... Ну, в POM этот вот билд, этот копипаст, и его запустил в JavaJar. Да. Собственно, если я его сейчас, грубо говоря, Ctrl-C нажму, прибью, я его заодно смогу запустить. Да, конечно, конечно. У меня не будет вот описано проблемно с этим... Нет, нет, нет. Эта проблема связана с учительностью Нинбинса. Когда я собираю, он запускает этот жарник, и... И сервер ее нормально... Да, 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 разумеется. Собственно, как только вы получили JavaJar, вы получили готовое приложение, которое можете там делать, можно разворачивать и работать. Значит... Ну, вот как-то так. Соответственно, если у вас там на вашем сайте несколько обработчиков, там, хотите обрабатывать так, обрабатывать сяк, вы просто пишите соответствующие там дополнительные эти exact pass'ы, и... логику работы вашего сайта распределяете на несколько. Значит, в принципе, конечно, все это достаточно читаемо, согласитесь, в общем-то, нормально читается. Но... Да, Java8 и некоторые фичи из того самого Undertow позволяют нам несколько упростить эту работу. Значит, во-первых, у Undertow есть такая штука, как Handlers. Нет, столько, где он там есть, в каком-то пакете, я уже все забыл. О, класс Handlers. Нет, не закрываем. Все просто... Ну, что-то такое вредное. Я закрываю просто в новом окне. Значит... Чем он знаменит? Тем, что в нем куча готовых этих самых Handlers описана в виде статических функций. Соответственно, если вы его импортнете, Undertow Handlers То вы можете вместо PassHandler писать Handlers Да... Точка Pass Ну, как вы понимаете, да, сейчас мы не очень много... Символов сэкономили. Радость маленькая. Но, если вы помните и хорошо учили в Java, то в Java есть... Там есть статик-импорт. Да, статик-импорт. Или импорт-статик. Или мы без разницы, я уж не помню. Это импорт-статик. Да ладно, работает? Да-да, уже нормально, без разницы. Может и нет. Может и импорт-статик. Я тут спросить хотел. Вообще это практика нормальная? А то слышал много руганий от разных программистов. Мол, как их задолбалять импорт-статик, что это неудобно, некрасиво. Ну, сейчас, собственно, покажу, вы делаете сами. Соответственно, как только мы сделали импорт-статик, соответственно, мы все методы, статические методы с Handlers отсюда вытащили. Соответственно, вместо Handlers мы можем теперь писать Path. Ну и, соответственно, все другие Handlers, которые здесь были, если вы там захотите Proxy или какой-нибудь Direct настроить или еще что-нибудь, тоже сможете писать одним методом. Да, то есть обратите внимание, что вот количество кода, то есть сократили незначительно, но уже читается лучше. Дальше мы можем вспомнить такую фичу из Java 8 как лямбдовыражение. Да? Все освоили лямбдовыражение из Java 8. Господа, что такое лямбдовыражение? Ну, в Java это синтаксический сахар над анонимными классами. Так, вы согласны со мной, что поскольку HTTP Hender это интерфейс с одним методом, следовательно, как бы напрашивается, а не сделать нам лямбдовыражение? Значит, если мы, правда, сейчас у нас вот тут в Mavine настройка исходников 1.7, соответственно, если мы хотим, чтобы нас поддерживает Java 8, я могу написать 1.8, и, соответственно, мы получили поддержку на таком уровне. И теперь даже сам нетбинс, я так подозреваю, говорит, чуваки, что вы не используете ли вам лямбдовыражение? Мы говорим, да, конечно, именно этого мы и хотели. И используем мы лямбдовыражение. И, наверное, даже типа может вывести сам. И вот так вот мы получили вообще очень такой приятный лаконичный текст. Мы говорим, вау, типа Mavs pass hender. Это префикс pass, и так далее. И практически Node.js, если вы помните, о чём я. Так ведь? Ну, согласны со мной, что так красиво, лаконично и вообще очень клево? Весьма мало кода. Весьма мало кода, в общем, то есть только самое нужное, только логика. Все это вспомогательные оверрайды и прочее-прочее, они к чертям исчезли. И всё стало красиво, прикольно и понятно. Вот. Ну, и возвращаясь к вопросу о статическом импорте. Ну, да, разумеется, конечно, лямбдовыражение к статическому импорту никакого отношения не имеют, но часть из этого выигрыша в объёме кода нам досталась именно за счёт того, что мы импортнули. Как только мы там будем использовать какие-то другие хендеры, да, например, мы захотим добавить там какой-нибудь... Ну, какой-нибудь у нас там будет какой-нибудь статик, статическая HTML-страничка. Мы добавим здесь хендер ресурс. Да. Опять же, нам очень удобно, что мы не надо писать хендер, а мы напишем просто ресурс. И, в общем, очень неплохо сократим объём кода. С одной стороны сократим объём кода, а с другой стороны, например, вот я сейчас читаю вот этот код. Я вижу, что такое pass. Я не понимаю, что это. Но вот без вот этого априори знания о том, что такое pass, мне непонятно, что это. Если здесь написано henders pass, то мне сразу понятно, что это статический метод из класса henders. Поэтому, в целом, я очень понимаю тех людей, которые не используют импортстатик и вообще говорят, что это плохо. И надо сказать, что сам я не использую импортстатик почти никогда. Я пишу henders.pass. Потому что я, как бы, уже смирился с тем, что Java многословная, и мне нравится вот та штука, что я, прям, читая код, вижу... Чей это метод сократит, сейчас непонятно. Если этот main был бы не такой, что я вижу его на одном экране, а он был бы, не знаю, строчек хотя бы на 300, то вот из этой концепции я сразу не вижу то ли это метод класса main, то ли я не знаю, что это такое. А если не использовать, принципиально не использовать этот импортстатик, то, соответственно, все сразу читаем. Но читаем зато гораздо более многословно. Если встретите когда-нибудь различные DSL, написанные на Java, то писать их без импортстатик практически невозможно. Так, что такое DSL? Понятно? Или я опять ругаюсь какими-то неприличными словами? А? Для меня это неприличные слова, если честно. DSL – это domain-specific language. То есть, когда мы на Java будем пытаться писать какие-то человекопонятные языки. И все эти человекопонятные языки сводятся к тому, что… Ну, в смысле, человека не программистопонятные, а типа юзеропонятные языки. То есть, языки предметной области. То все какие-то сущности процедуры нам можно описывать только в виде импортстатик. Поэтому в некоторых случаях импортстатик очень помогает добавить простоты кода. Вот. Но вообще, в целом, я тоже не сторонник импортстатик и считаю, что это не очень удобно. Но если вы хотите вот такой вот красивой лаконичности, то импортстатик – он-то друг. И за что мы любим Enterto? За то, что он умеет быть лаконичным, как вы можете заметить. Ну, использовать лаконичность, не использовать – это ваше дело, и дело соглашения о кодировании, которое будете использовать там со своими коллегами, когда будете разрабатывать. Но так можно, если хочется. Так, ну что, едем дальше? Значит, если мы хотим получать параметры вызова, то, соответственно, мы должны работать с нашим этим самым классом Exchange. Ну, с классом, соответственно, HTTP Server Exchange и переменной Exchange. Переменную, разумеется, можете назвать как хотите. Ну, вот. Значит, вот если мы ее здесь вызовем, то у нее вот есть вот куча всяких полезных функций. Так, если вы сейчас у себя попытались эти функции и не увидели, то очень рекомендую у NetBeans'а такая фича, что он может попросить Mavin скачать вам документацию. И вот вы можете здесь скачать документацию. Хотя нет, вру. Документацию вы здесь не скачаете. Поскольку авторы Undertow почему-то решили не выкладывать в Mavin репозиторию документацию. Но вы можете скачать исходники. Можно скачать вручную и подключить. Если она есть. Вот. Можете скачать вместо этого исходники. Там у меня ее нет, потому что они уже скачаны. А у вас вот здесь должна быть вкладочка Download Sources. Если мы обещаем Download Sources, то Mavin вам скачает исходники. И, соответственно, будет подцеплять Java.dot из исходников в вашей библиотеке. Разумеется, работает не только с Undertow, но и с любыми вашими библиотеками. Что очень радостно. А поскольку вы еще скачали исходники, теперь, переходив кого-нибудь из этих методов, вы будете видеть его исходники. Что в данном случае очень прикольно, потому что документация у Undertow несколько скудноватая. А вот исходники, мне кажется, очень такие красноречивые. И очень хорошо написаны с использованием самых таких хороших практик. Я, честно говоря, чтение исходников этого Undertow получаю просто эстетическое удовольствие. Ну вот теперь, если у вас скачали все эти исходники, то, соответственно, Control-пробел, или что у вас там используется в вашей операционной системе, будет вам показывать некоторые документации. Тут, правда, у них не все документировано. Они, в общем-то, лентяи. Но, как нас учат разные товарищи, если у вас хороший код, то документация вам не нужна. Ну вот у Undertow хороший код. Ну, на самом деле, много всяких штук. Как бы, может быть, проще в каких-то случаях разбираться на примерах. Все взаимодействие засунут в один объект. Иногда это удобно, иногда нет. Ну вот здесь сделано так. Соответственно, если вы можете, если вы хотите... Чем это вы хотели-то? А, мы хотели получить queryParameters. Ну, соответственно, вы можете использовать функцию getQueryParameters. Вот. И, соответственно, как вы можете заметить, она возвращает вам ассоциативный массив из присланных параметров и... Ну, в смысле, имен параметров в качестве ключей и, соответственно, списка параметров в качестве значений. Как вы понимаете, значений, в принципе, HTTP позволяет под одним именем посылать несколько параметров на сервер. Поэтому там в качестве значений используется... В основном в качестве значений будет список. Точнее говоря, даже не список, а очередь. Ну, в общем, понятно, да, что это такое? Не очень. Что за колеца такая? Где ты? Ну, это двунаправленная очередь. Ну, фактически... Фактически можно... Сейчас о вас можно говорить просто как массив. Ну, на самом деле, двунаправленная очередь. Значит... В принципе, вы можете сделать вот так вот. Получить ваш... Используя метод get... Что там name у вас был? Получить объект от очереди. И, соответственно, в очереди есть хорошие методы под названием pick и poll, которые позволяют получить первый элемент. Соответственно, pick просто возвращает там первый элемент из этой очереди. Как я понимаю, у массивов в Java, у всех этих листов и списков, там нет какого-то простого способа получить первый элемент, кроме как обратиться к нему по индексу. Ну, вот, видимо, может быть, это одна из тех причин, почему они решили использовать здесь именно очереди, а не списки. Вот. А poll позволяет еще и извлечь этот элемент, чтобы он в очереди больше не хранился. То есть, как только вы считали элемент из запроса, больше в запросе он не хранится. Ну, тоже в этом какая-то радость. Можно на это встроить какую-то логику, и, может быть, это даже экономит память. Вот. Но вы можете использовать элемент pick, и, соответственно, вот здесь вы получите в качестве... в переменной name то, что было передано как параметр name. Понятная идея? То есть, например, если мы здесь... Ну, что-то мне там было... Hello, вот этот name я писал. Ну ладно, выпусковую стримя L, неважно. То... Теперь, если мы все это соберем... и на нашем сервере, где у нас тут был, напишем ему слово name равно ttt, вот он вам ответит hello.tt. Но действует небольшой косяк. Он несколько неприятный, но с ним придется смириться. Тем, что если мы здесь вообще ничего не напишем, то есть параметров такого не пошлем, то все будет плохо. А мы получим exception. Exception связан с тем, что, короче, null pointer в этой нашей двадцать восьмой строчке. Потому что если нету никакой отчеты, то он вернет нам здесь null. Ну, можно пробегать, вернули он нам null. А какая разница? У нас вот этот объект уже null. Соответственно, что бы здесь... Там что-то удовольствие, конечно, есть, потому что exception возникает на вот этом... Ну, может, что-то не пересопралось, или name все-таки отправил. Срок exception все равно будет. Exception связан с тем, что getName возвращает null. Ну, и, соответственно, этот метод мы вызываем уже у нулевого объекта. Но, вообще говоря, ребята, эти негодяи, могли бы как-нибудь что-нибудь придумать, чтобы с этим... Что-то с этим сделать. Ну, может, кстати, они придумали, а я просто не в курсе, но пока я не придумал ничего более умного, кроме как использовать новомодные методы из Java 8, которые добавили в Mapa метод getOdefault. Да, соответственно, если у нас есть эта очередь, то она вернется в текущую очередь. Если нет, то нам вернется вот такая вот очередь. Понятная идея. То есть, если мы используем какую-то очередь по умолчанию, то у нас все будет работать хорошо. Теперь, если мы это перезапустим... Ну, то есть, как хорошо. Относительно все, конечно, хорошо. Но, hello null мы получили. Короче, это работает. Так, ну, кстати, господа программисты, скажите мне, вам вообще это нравится? Какие косяки вы сразу видите? Что вас сразу печалит во всем этом коде? Ну, кроме того, что... Смотря на то, что вы имеете в виду, лишь для меня печалит сырые строки. Например, тоже CXPlan я бы закатал в этот самый Final Static. Этот? Да, в маленький типа. Куда закатал бы? Ну, в константу засунул. Зачем? Ну... Ну, та, возможно, может быть. Кстати, может быть, у них там даже уже есть какие-то такие константы. Вот. Ну, это согласен, возможно. А вот в этой строчке-то ничего не напрягает? Ну, длинная. Ну, длинная. А вот этот get all default, никаких проблем. Не кажется ли вам, что вот это вот какая-то фигня? Ну, костыль. Ну, костыль, костыль, но какие недостатки тут у костыря? Восьмой Java, там какой-то класс есть. Ну, в общем, он там делает тороповку с нул-объектами запасных. Optional. Да, вообще, кстати, хорошая идея использовать здесь этот Optional. Да, тоже будет такое решение, в принципе. А, вот стоит такое. Ну, еще покажу. Это стыльный из Scala класс. То есть, сначала все идет из Scala, дальше в Java, а дальше... Ну, по-разному бывает. Что-то идет из Java в Scala. Ну, в данном случае, вот, Java 8, в общем-то, подыграло из Scala довольно много. В частности, вот этот самый тип Optional. Это, господа, Монада. Если... If you know what I mean. Короче. Optional — это такой специальный тип, который хранит в себе либо ничего, либо что-то одно. Соответственно, Optional of Nullable вот этой стуки будет хранить в себе либо ничего, если эта штука вернет null. Ну, либо, собственно, весь этот Map, если он вернет этот самый Map. Вот. И дальше, при помощи функции Map, мы можем получить объект этой самой очереди, из этой очереди извлечь то, что мы там сделали. И дальше сделать... Get or else, либо имя по умолчанию, либо там еще чего. Так, ну да, у нас теперь слишком долго неймов объявлены. Вот. Значит, в чем здесь прикол? Значит, он создает вот этот самый объект Optional. Ну, если даже интересно, можем разбить этот процесс. Как-то теперь все стало не видно. Вот. Соответственно, вот этот метод of Nullable вернул нам вот этот самый объект Optional. который... Это, скажем так, контейнер из нуля или одного элемента. Понятно так? Контейнер, который либо содержит один элемент, либо ни одного. Вот. Соответственно, он либо содержит эту очередь, либо не содержит. Если этот метод вернул null, то он ее не содержит. Если вернул не null, то содержит. И дальше над этим контейнером можно совершать некоторые операции. Одна из этих операций — это map. Так, что такое операция map? Нормально? Все помнят? Все изучали функциональное программирование в школе? Нет. Вот. Ну, короче говоря, map в данном случае — это лямбдовыражение, которое будет применено к элементу этого контейнера, если он есть, если это элемент, и ничего не будет сделано, если этого контейнера нет. Соответственно, это действие, которое будет выполнено над этим элементом d, если этот элемент существует, то есть в этом опционале что-то оказалось, и, соответственно, ничего не будет сделано, если он не окажется. Эта операция возвращает нам новый объект optional. Новый объект optional. Соответственно, это строка, которая либо... то есть это контейнер со строкой, в которой либо есть строка, либо нет строки. Соответственно, если этот метод не выполнился по причине отсутствия очереди, то и строки у нас не будет. Если этот элемент был, то и строка у нас появится. Дальше этот элемент мы можем преобразовывать, соответственно, в строку, путем вот вызова какого-то из методов. Get, который выбросит исключение, если этой строки не существует. Ну или, соответственно, or else, если нам нужен какой-то альтернативный элемент. Вообще, я говорю, это удобно. И, в принципе, в идеале, если вы пишете на хороших языках программирования, которые либо вообще не поддерживают null, вообще нету null в них, даже теоретически, то вы используете вот этот самый optional. Ну, либо какие-то из этих программированных типов скалы, в которых тип использования null считается крайне плохим стилем программирования. То вот optional – это ваша альтернатива, безопасная альтернатива null. Но поскольку вы пишете на Java, то, соответственно, вам придется смириться с вашими null. Ну или использовать вот такую штуку, в принципе, если ее вернуть к предыдущему виду, когда я там все было в одну строчку, то в целом будет нечетно. Так, но это не снимает моего предыдущего вопроса. Ну, на скале это выглядит лаконично. Вот, но в целом конструкция весьма в стиле скалы. Если кто там просил лекции по скале, ну вот вам тут была небольшая лекция по скале на Java. Вот это вот раздел оттуда. Но так все-таки, хотя бы, чем вот это лучше, чем вот то, что мы здесь написали? По количеству строчек я бы не сказал, что мы сильно выигрыш. Или чем это лучше, чем проверка null? Чем вообще вот эта вот штука мне не нравится? Мне она не нравится вот этой штукой, new decu. Тем, что у нас каждый раз создается новая очередь, которая, может быть, будет использоваться, может, не будет использоваться. То есть, вообще говоря, это не очень эффективно мы здесь составили. Ну, я понимаю, что, может быть, это преждевременная оптимизация, но все-таки. Вам же это тоже не нравится, так ведь? Ну, да, не очень, но просто как-то на этом уровне таких вещей как-то особо. Ну, вот каждый раз, когда... Каждый раз, когда вы видите все эти методы default, ну, у меня лично всплывает в голове мысль о том, что, окей, дефолтный аргумент. Но ведь если он мне не понадобится, он же все равно будет. Например, если я здесь пишу new, то, значит, он все равно создастся. В скалке, кстати, все эти методы default принимают лям до выражения. Но это немножко упрощает жизнь. Ну, на самом деле, эта проблема легко решается. Мы можем эту штуку объявить как отдельную перемену. К статическую, глобальную. И тогда она создастся всего один раз. Но, правда, нам нужно еще, правда, что-то будет с ней сделать, чтобы она была неизменяемой, но это там можно покладывать. Тогда эта проблема решается. Если ее объявить как глобальную статическую переменную... Introduce variable mtdepu Нет. ee И куда-нибудь ее там глобально, статически объявить, то, в принципе, будет не чё. сойдет до сельской местности. Так вот, несколько лучше. Ну, и даже, на самом деле, понятнее. Так ведь? Ну, это так. Короче, лирическое отступление на тему углевести параметров и то, что мне тут несколько горчило в этом самом интеркл. Но, понятное дело, что из этого exchange вы можете получить любые значения. Так, ну чё, понятно? Всякая джава магия и стиль программирования. Так же, грубо говоря, exchange умеет и get, и пост, и с этим всем работаем именно через вот эту вот переменную, получается. Да, да, да. Exchange делает для вас всё. Он, он молодец. Он, всё, и get, и пост, и все запросы, и все ответы, и пишете через него, и читаете через него. Всё вообще через него. Ну, в общем, всё через него. Ну, в общем-то, это удобно. Зато, если вы хотите куда-то это кому-то там делегировать, вы передаете туда только один объект. И хорошо. Да, значит, это понятно, да? То есть, сейчас у нас будет... Ну, это мы уже запускали. Значит, следующий момент. Окей. А можем ли мы сделать вот так вот? Hello name. Name. Ну, чтобы там строки лишний раз никак не тенировать, и вообще это... Как вы думаете? Ну, почему нет? Ну, мне тоже казалось... Мне кажется, что оно Hello затрёт и просто напишет на... Ну, да. Ну, вот, мне тоже так показалось, что почему бы и нет. Единственное, что меня смущало, что я во всем этом методе не вижу функции close. То есть, а где мне тут сообщают собственному клиенту о том, что моё сообщение закрылось? Ну, что я бы закончил писать-то. Ну, можно было бы, конечно, логично предположить, что оно происходит автоматически. Но нет. Оно автоматически не происходит, и это работать не будет. Если вы откроете документацию метода send, метод send вот этого, то тут написано, что write the given string and end the exchange when done. Что в переводе означает, что записывает данную строку и заканчивает этот exchange, когда она будет записана. То есть, метод send на самом деле можно было бы перевести как send and close. И вот эта штука записана не будет. Почему так сделано? А так сделано потому, что весь этот undertow глубоко синхронный и использует неблотирующий вот вывод. Господа, что вы знаете о неблокирующем выводе? А? Скажите мне что-нибудь. Может кто-нибудь в мои занятия по NGS посещал? Ну, предполагаю, что это что-то, что позволяет записывать разным объектам разные вещи, и они друг друга не блокируют. в этот момент. Есть ли некая попытка решить его проблему конкуренции, как я полагаю? Ну, да, это имеет отношение к конкуренции, но блокируют друг другу не объекты, блокируют друг другу треды. Так, ну а что, никто не знает про нон-блокинг и блокинг ИО? Ну, слушайте, господа, я вас всех ненавижу. И NGS никто не помнит, в чем там был прикол, там тоже что-то было такое неблокирующее, или никто из участников NGS не слушал? Э? Средна. Очень плохо. Средна. Вы меня просто огорчаете. Значит, подучим к следующей лице. Ну, тогда, боюсь, что если вы планируете эту следующую лекцию, то, наверное, эту лекцию надо завершать. Ну, давайте в двух словах. Ну, давайте в двух словах. Помните? Все, что угодно помните. Значит, в Java есть, помните, есть этот самый seout. Помните seout? Да? Помните, что с seoutом никаких таких проблем не было. Пишите seout, написали строчку, оно написалось, выполнится следующий seout. Со следующий seout. Со следующий seout. Со следующий seout. Помните, если у нас вместо system.out какой-нибудь файл writer. Да? Если мы пишем файл. Так, умеете в Java писать файл? Ну да. Да? Все там умеют писать файл. В таком случае надо бы его закрывать. Да. Тут у нас все как бы хорошо. Вот, можем писать файл какой-нибудь. Нам бы все это надо было писать, надо было закрывать. Вот напишем файл. И вот здесь напишем out.close. Иногда мы даже это, как нам тут сейчас не бинз посоветуют. Типа, вы тут Travis resources сможете написать. Ну, в общем, все. Все прекрасно. Да, в этом случае class писать не надо. Но важно не это. Важно другая. Важно, что вот вы открыли файл. Вот вы начали у него писать. Вот вы начали у него писать. Что такое файл? Файл – это блок данных на жестком диске. Так ведь? Да? Да. Как вы понимаете, жесткий диск – штука хитрая, сложная, механическая. У нее там крутящаяся головка. Это если у вас там hard drive. Ну, там несколько более интересная штука, если у вас SSD. А если у вас хорошая операционная система, то этот файл может находиться вообще на удаленном сетевом диске. Так ведь? Мы ничего не знаем, что происходит. Если мы нажали println, а если еще страшнее, после этого вызвали outflash. Да? Значит, Java нам гарантирует, что эти данные записались на этот диск. Так ведь? А гарантирует ли вам это железо? Железо… Оно может выйти из строя в этот момент, я не знаю. Ну, скажем так, если он вышел из строя в этот момент, там скорее всего выдастся какое-то исключение. Нет, я не к тому, что записалось или не записалось, я к тому, что записалось ли оно в этот момент точно. Ну, скажем так, конечно, в общем случае там не совсем гарантирует, потому что там у всех этих жестких дисков есть свои хитрые штуки, там всякие буферы и прочие-прочие вещи. Но вообще, в случае зрения вот этого самого API, если вы вызвали флаж, то это означает, что эти данные отправлены на девайс. И что пока эти… и пока Java не получит подтверждение о том, что эти данные были записаны, она дальше делать ничего не будет. То есть, по-хорошему говоря, вот если вы рассказали println, то пока этот println не выполнился, следующий println выполняться не начнет. Понятная идея? Соответственно, если у вас это обычный жесткий диск, то пока головка не докрутится и не запишет, дальше эта команда выполняться не будет. Если у вас сетевой диск, то пока данные по сети не пройдут и не получат confirmation о том, что все произошло, следующей операции выполняться не будет. Понятная идея? Это означает, что… Автоматические подтверждения получается? То есть, мы никак не обрабатываем? Да, 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 да. В этом, собственно, вся магия. То, что мы это сами не обрабатываем, это на уровне порционной системы. Пишем в файл, все там происходит автоматически. Но косяк в чем? Косяк в том, что thread… Что такое thread, это все знают? Да, поток. Только thread, поток, да, который обрабатывает вот этот код. В этот момент он блокит, он засыпает, он не получит процессорного времени пока, соответственно, не получит от операционной системы сообщение о том, что его последний запрос был успешно выполнен. Да? Понятная идея? То есть, вот между вот этими вызовами… Thread, slips… А, то есть, в случае с non-no blocking у нас второй, ну, следующий println может выполняться, не дожидаясь ответа от слыша, правильно? Да. Значит, то, что thread, slips, это очень-очень плохо. Ну, нет, пока вы пишете простые программки, вот так вот, как вы сейчас пишете, без разницы, ничего страшного. Вот. Но, как только вы начинаете писать программу, которая должна обрабатывать там сто пятьсот соединений одновременно, это становится очень-очень плохо. Потому что, получаете, что у операционной системы сто пятьсот миллионов спящих thread'ов. Диспетчеризация каждого отдельного thread'а – это большая нагрузка на операционную систему, соответственно. Пока он спит, в общем, операционной системе приходится за всем этим следить. И, в общем, больше там тысячи thread'ов операционная система обычно… Ну, поддерживает, конечно, букет, но начинает тормозить, получается очень большой overhead. А если у вас там сто тысяч трэдов, то, скорее всего, ваш сервер, если он не сто пятьсот ядерный, в общем, на этом и загнется. То есть, он большую часть времени будет тратить на диспетчеризацию этих трэдов, нежели на полезную работу. Поэтому нам нужен какой-то подход к вводу-выводу, который не будет ждать, пока вот эта штука запишется. Понятная идея? И если мы так делаем, то нам не нужно платить кучу трэдов. То есть, если мы так делаем, то нам достаточно всего одного трэда, чтобы обрабатывать большое количество соединений. Потому что трэды не спят. Пока это записывается, этот трэд идет, занимается там другими делами, обрабатывает другие соединения. Понятная идея? То есть, во время сна этого трэда мы делаем многие полезные вещи. Значит, и вот эта самая штука работает именно по этому принципу. То есть, если мы решаем здесь send, то эта строчка отправит этот самый send на вывод. Скажет, значит, пошли этот send пользователю, клиенту. И не будет ждать подтверждения, когда оно будет отправлено. Оно просто его отправит. Если бы мы здесь написали вот эту штуку, то получилась бы очень неприятная ситуация, что мы отправили этот send, не дожидаясь подтверждения, и дальше отправили еще один send, не дожидаясь подтверждения. Следовательно, мы даже порядок не можем гарантировать, что эти send придут в точном порядке. Как правило, это не то, что мы хотим. Как правило, нам есть разница, в каком порядке мы отправляем символы запроса, ответа клиенту. Так ведь? Поэтому мы можем как-то сделать, типа, send, отправь это сообщение. Значит, результаты не жди, но, если вы там почитаете документацию, у него есть возможность сделать callback. То есть добавить еще одну функцию, которая вызывается тогда, когда все это закончится. Ну, правда, тут, конечно, все не так красиво, как хотелось бы. И вот если мы здесь напишем эту штуку, ну, или даже, да, exchange send name, то, значит, получится так. Отправь hello, не жди ответа, подтверждения. Thread, как бы, может собраться дальше, выполнение функции вот этой закончится. Безусловно, вот эта функция, то есть он отправит вот этот самый thread, send, отправит этот hello, выйдет из этой самой функции, пойдет заниматься какими-то своими делами. Обработает другие запросы, там, пить чай, там, не знаю, чем занимается thread в свободное время. Вот, но, когда это отправление закончится, когда этот байт пойдет к клиенту, точно там, сетевая карта нам подтвердит, что они отправлены. Правда, подтверждение о доставке он здесь спрашивать не будет, но пока нет, как подтверждение, что они были отправлены. Выполни еще вот эту функцию. После того, как это гарантированно будет записано, выполни нам еще отправку имени. То есть, если мы сейчас это перезаберем. А, ну, грубо говоря, надо ли оно? Или когда вообще может понадобиться такая фича просто? Мне видится, что в данном случае в send можно запихать, ну, не знаю, там, либо просто полноценное сообщение, либо, например, не знаю, HTML файл. Ну, безусловно, безусловно, как мы могли... Вот зачем просто, как ее можно использовать, чтобы она была полезна? Давайте сейчас подтвердим, что она работает. Да, она работает. Теперь, собственно, зачем? Ну, да, разумеется, конечно, мы могли сначала подготовить этот самый ответ весь, и потом весь его отправить в send. Но тут есть несколько нюансов. Значит, во-первых, если наша задача не подготовить ответы, а отправить. Например, отправить файл. Да? Если мы хотим отправить клиенту файл. Мы же можем просто тебе отправить клиенту файл. Так ведь? Если бы мы с самого начала его считали весь, то нам бы нужно было поместить его весь в оперативную память. Так ведь? А так мы можем написать. Отправь клиенту кусочек файла. Как только она отправится, прочитай следующий кусочек файла, отправь его ему. Ну, и потом сделать отсюда еще этот вызов callback. И так далее, и так далее. И когда это сделано, прочитай следующий кусочек файла и отправь его клиенту. Прочитай следующий кусочек файла и отправь его клиенту. Таким образом, мы читаем из файла и отправляем клиенту. А thread, который этим занимается, он не блокируется. Он может обрабатывать в это время другие соединения. Таким образом, для обработки большого... То есть, эта штука отправляет клиенту кусочки файла. Параллельно подсоединяется еще один клиент. Мы отправляем тоже, может быть, кусочек у другого файла. Третий клиент, миллион клиентов. Ими занимается один-единственный поток, который просто берет эти кусочки и отправляет. Понятная идея? Короче, зачем это нужно? Это нужно для так называемой масштабируемости. То есть, чтобы ваше одно предложение могло обрабатывать большое количество соединений без необходимости дополнительной диспетчеризации. На этом построена магия того же Node.js. Ну и, собственно, во многом этот Undertow копирует идею Node.js и вот, собственно, так ее реализует. Понятная идея? Зачем это нужно? Это нужно, чтобы не платить потоки. Кстати, еще, чем все это круто? То есть, вот эта концепция о том, что вот этот метод... То есть, вы не обязаны дать ответ по завершению этого метода. Как я только что объяснил, у вас вот этот метод выполнится, соответственно, этот exchange вот этот закончится, а ответ может быть еще не послан. В том числе, вы можете вообще этот exchange здесь не делать, вы можете здесь создать какой-то отдельный тред. Да? Да? Как там сейчас можно это делать? И обрабатывать этот exchange в нем. Да? Да? Что-то там с ним делать. Это функция выполнится, а exchange там где-то обрабатывается. Вы можете exchange поставить в очередь. Например, вы можете не отправлять ответ клиенту, пока не произойдет некоторое событие. На этом, кстати, основаны так называемые long pooling, типа интерактивное взаимодействие с пользователем. Типа он отправляет вам запрос, не пришли ли новости, а вы ему посылаете ответ только тогда, когда новости пришли. Соответственно, он может очень оперативно об этом узнать. И вот все это API позволяет вам легко это делать. Поэтому это круто, очень гибко и очень удобно. Хотя, конечно, смотреть вот на этот код несколько печально. Но те, кто слушали основную версию, основную лекцию моей Java, они знают, что этого бояться не нужно. Есть техники, которые позволяют этот код выхватить красивый. А те, кто умеют функциональное программирование или SCAL, знают, что из этого можно сделать монаду и тоже сделать, короче, все красиво. Но, поскольку мы не на SCAL, мы на Java, у нас есть, в принципе, обходные пути. Если мы хотим все-таки писать клиенту все синхронно, если мы не хотим... То есть, если мы знаем, что у нас не будет 100-500 миллионов клиентов, и что нам не нужно будет поддерживать там огромное количество соединений, мы можем вот этот наш Exchange перевести в так называемый блокирующий режим работы. То есть, что у нас он будет использовать не вот этот метод SEND, а на самом деле у него есть прекрасные методы, как у меня тут, собственно, написано. под названием DetailPotStream. То есть, на самом деле, вы можете в этот Exchange вместо всех вот этих ситрэш-стук получить Exchange. DetailPotStream, и в OutputStream вы можете писать без каких-либо проблем. Ну, с OutputStream вы знаете, как в Java работает, да? Хм? Алло, я там еще не в пустоту выложу? О-о-о-о. В общем случае... Ну, с OutputStream мы умеем делать. Единственная проблема, что если вы сейчас выясните метод OutputStream, он вам выбросит exception, скажет, что... Чуваки, вы не правы. Вы не можете использовать метод OutputStream, потому что OutputStream, который он вернет, использует блокирующий вот вывод, тот, который это рассказывал, например, принтерайтера. А я весь из себя такой не блокирующий, мне нельзя. Вот, но... Соответственно, и это самое. Выслать стрим мы тоже не можем. Ну, в смысле, выслать. Ну, вообще, по идее, если мы получим этот стрим, вот, который мы хотим получить... То все, что мы в него будем писать... Да. Ну, мы тут, правда, байты пишем. Ну, байты, короче. Они будут отправляться к клиенту. Сразу. Без каких-то разговоров. А когда мы сделаем его в OutClose, соответственно, соединение с пользователем, с клиентом закончится. Но, как вы понимаете, здесь будет блокироваться тред. То есть, эти проблемы, о которых я рассказывал, они здесь будут вовсю стоять. В данном случае не стоит этим пользоваться. Но, если вы знаете, как этим не пользоваться, или... То лучше не пользоваться. Но если вы не предполагаете, что ваш сервер будет обрабатывать, там, 100-500 миллионов запросов, что он не будет, там, поработать под высокой нагрузкой, вы можете уговорить Undertow это сделать. До этого, как тут можно заметить, можно написать вот такую строчку в начале. Я, правда, не уверен, что она будет хорошо работать с лямдовыражениями, потому что непонятно, догадается ли наша прекрасная джава, что DZIS это есть лямдовыражение. Ну, разумеется, не догадается. Ну, если мы... Если мы... Умеешь делать обратно? Эх ты, зараза, не умеешь. Плохой негодный нет бенца. Там, где на строчке умеет сделать. То есть, он все-таки умеет это сделать, да? Пожалуй, не вернул. То есть, он умеет это сделать, ну, отлично. А какая лампочка нарисована? Ну, да, лампочка. Ну, что-то, что-то, видимо, я... Мы с ним не поняли эту логу. Ну, короче, если вы вернули этот HTTP-хендер, то теперь вы можете написать вот такую вот магическую функцию, которая сейчас делает. Она проверит, этот exchange сейчас находится в его трейде, то есть, находится ли он в том трейде, который отвечает за взаимодействие с клиентами, который, собственно, отвечает за вот эту запись. Да, вот за эту запись. Если он находится в нем, то она говорит, обработай ZYS, а ZYS это наш хендер, в специальном пуле трейдов для обработки блокирующих соединений. Так, что такое пул трейдов, понятно? Ну, это то, что я помню, когда мы не сразу все трейды создаем, а как бы по очереди даем. Ну, это, короче, просто набор потоков, в котором можно давать некоторые задачи. То есть, это набор потоков, которые где-то там существуют, и можно давать некоторые задачи. То есть, мы не создаем каждый раз трейд через new, потому что это высокозатратная операция. У Undertow есть, ну, как минимум два этих тратпула. Один тратпул – это вот этот самый ИО, который отвечает за получение соединений, установление соединений и записи в эти соединения, всех данных. Он не блокирующий, потому что если вы кого-нибудь из них в этом тренде заблокируете, то получится, что остальные клиентские запросы обрабатывать будет некому. Понятно? Вот. И еще у него есть специальный пул трейдов, который обрабатывает все эти долговирающие запросы, в которых можно блокировать. То есть, специальный набор трейдов для выполнения долгих задач. Метод, вот этот метод HandleRequest, если он выполняется в ИО трейде, то он должен вернуться быстро, потому что он занимает поток, которых мало, которые отвечают за работу с клиентами. Если их будет не хватать, то ваш сервер будет тормозить. Соответственно, вы говорите, окей, если я сейчас нахожусь в ИО трейде, который я не могу надолго занимать, я беру и говорю, что этот запрос я буду выполнять в специальном отведенном трейде. То есть, от Dispatch вот этот самый хендер специальным отведенным людям. Ну и, соответственно, возвращаясь из этого метода. Что значит, что делает метод Dispatch? Метод Dispatch, когда вот этот хендер скажет специальному трейду, обрабатывает этот трейд, войдет в этот хендер, соответственно, опять начнет выполнять эту функцию, увидит вот этот ИО трейд. Поскольку он теперь уже не находится в ИО трейде, этот if вернет false, и у вас выполнится нормально весь ваш код, в котором вы можете использовать весь этот самый не баллотирующий вывод. Понятная идея? Я вообще буду удивлен, если вам это понятно. Ну, нет, вот... Если честно, несколько уже, даже много информации я сейчас уже... Ну, я, пожалуй, эту мысль до вас доведу, и, на самом деле, я думаю, на этом мы закончим. Но эту мысль все-таки мы хотелось бы довести, иначе получится, что мы даже толком не начали постигать весь хардкл. Еще раз, я все-таки не понял, зачем нам нужно. Проблема понятна? То есть, почему без этого не будет работать? Понятно? Без этого не будет работать, потому что операция outwrite потенциально заблокирует тред. А? Заблокировать... Если мы блокируем тред, нам все очень-очень плохо, потому что этих тредов, которые обеспечивают взаимодействие с клиентом, мало, и если они будут еще и спать, то они не будут успевать обрабатывать входящие соединения. Поэтому они спать не должны. Поэтому ничего блокировать внутри вот этого нашего обработчика мы здесь не можем. Понятная идея? Как нам из этого выкручивать? Вот эта штука нам позволяет, ну, не знаю, в данном контексте, грубо говоря, выстрелить себе в ногу таким образом. Ну, то есть, мы говорим, что вот, давай-ка ты нам позволишь блокировать тред. Нет, 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 она не позволяет нам выстрелить себе в ногу. Потому что блокировать, если мы знаем, что делаем, если мы осознанно это делаем, ничего плохого нет. Если мы будем блокировать не тред, который занимается поработкой, а какой-то свой специально созданный тред, ничего плохого в этом нет. Ну, до сих пор, конечно, пока этих тредов не станет слишком-слишком много. Но, если мы знаем, что делаем, мы за это, как бы, отвечаем. Ладно. Проблема в том, что мы должны не блокировать вот этот самый тред. Эта задача, в принципе, может быть решена довольно просто. Мы можем сказать, что если... Что... Вот этот весь код... Да, весь вот этот код. Да, кстати, вот, что-то я не сказал про то, что это exchange. Если вы хотите использовать внутри него блокирующие операции, то вы должны вызывать функции StartBotting и EndExchange. Соответственно, которая говорит о том, что внутри него... Что этот change может блокировать тред. Потому что по умолчанию он не дает вам блокировать тред. А вот если вы делаете StartBotting, то он начинает разрешать делать. Но проблема в том, что в этом... В этом грузке кода вы не можете этого делать. То есть, если вы это сделаете, вы займете тред ввод и вывод. Но вы можете сделать свой тред, например. New Thread. Можете сделать свой тред. И запустить его. Ну да, он придется там еще катиться. Что на сервис не так? Может быть так? Окей, так пошло. Если мы так сделаем, вот так вот. То есть, мы обрабатываем не в основном, не в IOT-тредах, не в тредах, которые включают взаимодействие пользователя. А мы сделали свой тред. Сделали свой тред. Нет, что-то не сломалось. Респанс. Диспатч еще раз. Он для чего нужен? Диспатч, собственно, он вот эту же самую штуку делает у себя внутри. И не создает новые треды, а использует какие-то готовые треды. И вот все в чем там разница. Ну ладно, не буду сейчас тратить время. Что за плату что-то скажу. Ну, то есть, по идее, вот эта штука будет работать. Потому что наш этот самый тред. Это наш тред. Его можем блокировать. Может быть использовать какие угодно операции. Никаких проблем с этим самым нет. И будет работать. Но каждый раз создавать тред накладно. Поэтому у этого самого IO есть свой пул этих тредов, которым вы можете передать вот это самое задание. То есть, тело нашего треда. Вот такой вот хитрой конструкции. То есть, если вы хотите работать с блокирующим вводным выводом, то вы можете написать вот так вот. Написать вот так вот. Здесь использовать любые ваши блокирующие операции. И он будет у вас лично работать. Понятная идея. То есть, если вы вот эту штуку напишите, то можете это сделать. В принципе, я там вот в этой своей коде предлагал эту проблему решить проще. Предлагал просто сделать свой отдельный класс под названием BlockingHandler. Который вот этот код будет выполнять. Чтоб вы его не видели, он вас не смущал. И потом вы сможете просто вызывать вот так вот. NewBlockingHandler. Передавать тело вашей функции. Тем самым, не говоря, что ваш код блокирующий. И можете в нем использовать этот код. Ну, в смысле, использовать всякие write и прочие блокирующие операции. То есть, чтобы вот эту штуку каждый раз не писать, можете сделать такую обертку. Тогда будет выглядеть довольно красиво. Понятная идея? Ну, конечно, без первоначального понимания в отличие от блокирующего, не блокирующего до вывода, конечно, немножко не грустновато будет. Ну, так, в принципе, вы объяснили. Более-менее оно понятно. Ну... В подробности, конечно, можно удаться. Ну... Ну, не блокирующего. Я три лекции, по-моему, вдавался в подробности в том курсе. Поэтому, конечно, так за двадцать минут это может быть немножко сумбурно. Тем более, что я предполагал, что все-таки это как-то все знают. Я, конечно, понимал, что... Вроде вы писали, что есть. А? Чего? Если не ошибаюсь, у вас есть записи на видео, которое посвящено не блокирующему. Да-да-да-да-да. Там у меня есть записи на видео. И, в общем, там вот... Это вопрос активно обсуждается. Ну, в общем, вот. Как-то так. Я думаю, что на сегодня это все. Все остальные темы это посмотрим в следующий раз. Ну, я думаю, что мы раз в неделю все-таки будем заниматься. Я не готов, как Макс тут. Хотя, с другой стороны, если брать то, что я уже подготовил, то можно... А задание будет какое-нибудь? Ну, пока боюсь, что... Пока еще немножко рановато. Но, значит, смотрите. Значит, сейчас я вам расскажу про все эти кишки. Я обещал, что ему рассказывать про всякие внутренности и получение из кого-нибудь штуки. Вот я сейчас вам про них и рассказываю. Это, в общем, трэш, хардкор, грусть и печаль. Но, с моей точки зрения, очень важно все эти внутренности понять. То есть, что там происходит на низком уровне. Почему вот этот сент не позволяет вам отправить. Что вот это такое. Вот этот ио-трэд. Что такое там, вортер-трэд. В чем разница, почему они не нужны. Мы с этим разберемся. Я надеюсь, что уже в следующий раз мы с этим всем практически закончим. Значит, тут я вам расскажу примерно то же самое, что мы делали с Максом на PHP. Собственно, в следующий раз. Обработка формы шаблонизатора. Расскажу немножко про серволеты. А дальше будем уже нормальным программированием заниматься. С использованием всех этих сессий, куков и прочими разными штуками. Посмотрим базы данных. Как с ними работать. Посмотрим немножко, как разделять логику. И как только мы немножко разделяем логику работы нашего предложения, нам тут же понадобится Spring. Потому что одна вещь нам будет очень надоедать. И мы решим ее по помощи Spring. Вот. Собственно, потом расскажу, что такое Spring. Потом весь этот Undertow мы спрячем. То есть уже не на уровне вот таком, а мы вообще весь этот Undertow спрячем под капот. Мы вообще не будем знать, что у нас Undertow. Мы возьмем такую прекрасную штуку, как Spring Boot. И будем пытаться предположения по помощи этого фреймворка. Но на самом деле это все то же самое. Только все вот это, все, что мы здесь писали, окажется глубоко под капотом. Мы этого не будем видеть. Все это будет украдено до нас. И нам будет, ну, относительно высокого уровня веб-программирование. Но это будет только там через, наверное, 4 занятия. Потому что я очень хочу рассказать все вот эти внутренние кишки. Поскольку я считаю, что это очень важно. Вот как-то так. Такой план. Ну? Ответьте мне что-нибудь на это. Но тема, на самом деле, весьма интересная. Нет. С моей точки зрения это очень интересно. С моей точки зрения это очень круто. Вот писать вот эти всякие неблотирующие штуки, которые там потребляют минимум ресурсов. Которым не нужна ни память, ни треды. Они там на одном компьютере обрабатывают сто пятьсот соединений. Мне это очень нравится. Вот. И, судя по всему, придется заглянуть его в скалу. Потому что... Ну, это точно общий, но... Не знаю. Если скала наполнена подобными удобствами и фишками, которыми он жал, то... Да. Скала наполнена. Требуется, если честно, несколько. Да. Скала наполнена. И, да. Монады... Монад там полно. Ну, посмотрите. Не знаю. Может... Если будет время, могу попробовать рассказывать просто про скалу. Ну, в принципе, я не понимаю. Она весьма применима. И идти со всеми теми же джавовскими фреймворками. Да, конечно. Она работает только поверх GVM. И поэтому она очень так легко и просто работает. То есть все, что можно сделать с жалой, можно делать из скалы. Но... Есть там некоторые, конечно, текорявости. Но все это, все проблемы разрешимы. Поэтому, да. Если хотите скалу, то... Надо просто подумать. Видимо... До того, как мы... То есть... Если еще и сейчас и про скалу будут рассказывать, то это будет совсем более взрыв мозга. Поэтому... Может быть, про скалу порассказывать отдельно? Ну, я подумаю. Надо думать. Надо думать. Как-то так. Может быть, действительно, там я думаю, что какой-нибудь там парочка занятий про скалу у меня вполне. Я вполне готов. Просто про язык, про синтезис, про философию. Про разные фичи. Ну, окей. Ну, ладно. В общем, на сегодня все. Я надеюсь, что ваш мозг в состоянии что-то делать. Не знаю, что будут делать те люди, которые в этом не участвовали. Я думаю, что их мозг просто вообще идет в ад и это делает. Это ставит под некоторые сомнения о том, как мы будем дальше работать. Но посмотрим. Ладно. В общем, всем спасибо. Всем на спокойной ночи и всего доброго.